После трагедии в Кемерове белорусские ретоники проверяют объекты с массовым находжением людей. У Тымлику гандлевые центры. За три дни намерены проинспектовать у Витебской области больше 30 объектов. 18 из них областным центром, остатне Орши, Полоску, Новополоску, Новолукомли и Браслове. Особливая увага центрам, где есть дитячие забавляльные плясовки. Выники проверки появятся в открытом доступе на сайте областного управления МНС. Как пришла учебная проверка у Витебским гандлевом центре МЕГА и на кольки тут готовы до надзвычайных ситуаций? Видео и наш корреспондент Инна Кириенкова. Для гандлевого центра МЕГА машины МНС ретоники начинают проверку объекта у поля сроку, шляхи эвакуации, работа систем сигнализации и пожара тушения. Одразу накировываются упокой службы АХОВИ. На монитори вейдет из всех 65 видеокамер, которые установлены у будинку. Система сигнализации сделана современная, регулярно проходят проверки. Круглосуточная контрольная служба охраны происходит. Все фиксируется, запись происходит в течение одного месяца, хранится на твердых дисках. Работник АХОВИ наглядно демонструя, як спрацовывая датчик. Кожный мая свой адрес. Усе помешканье добро проглядываются. Чтости пропустить немогчимо. На кожным поверсе – пожарный кран, вогнетушители. Все конструктивные элементы присутствуют. Раструб, ломба есть. Вогнетушители исправны. Они новые практически. Если они выходят в строй, мы просто обновляем. Тут же также имеется кнопка насоса повысителей, приводится в действие, пожарный рукав. Директор Ганлевого центра особливо звертая увагу на доступность сродков пожара тушения. И при этом дадает, что усеяны регулярно провераются, як и система оповещения и пожара тушения. Здесь в основном негорючие материалы. Гореть здесь, даже если распалить костер, это надо еще ухитриться, чтобы что-то загорелось. Тем более, что везде стоит адресная сигнализация. Датчик сработает мгновенно. Мы знаем, в какой зоне. В ближайшие 30 метров находятся пожарные краны, которыми элементарно затушить все. В здании сработала система пожарной сигнализации. Тут же спрацовала пожарная сигнализация и система дымоулавления. Супрацовники центра выкликали ротовников и приступили до ликвидации сгорания. Так почалась учебная проверка. Худко стали эвакуировать людей. Все прошло уличенные хвилины. Без паники и лишней митусни. Нужно не баловаться. Быстренько взяться за руки и выйти на улицу. Было сообщение, что в здании пожар. Дети быстренько собрались, построились и быстро спустились по лестнице. Благо, есть направо стрелочки, куда надо идти, чтобы можно было быстро эвакуироваться. Проверка была наближена до реальной ситуации. Не все наведывальники центра смогли выбраться самостойно. Одного человека довелось эвакуировать с пятого поверха. Хлопца спускали по лестнице и страховали двое пожарных. В принципе, довольны работой моего личного состава и пожарные службы, которые у нас работают. Я думаю, что мы все находимся в какой-то такой защищенной ситуации. И хоть грубых порушений не выявили, тем не менее, супрацовников МНС, пытаний до работников центра, которые отказывают за пожарную безопасность, застались. Здесь есть некоторые вопросы по поводу обучения обслуживающего персонала. К этому вопросу мы еще вернемся. После проведения данной проверки и, безусловно, этот вопрос будет держаться на контроле. Усим наведывальникам Гадлёва забавляльных центров рекомендовано обовязково звертать увагу на план эвакуации, який, звичайно, находится кале головных лестниц и лифтов. С тем, как по выводку пожара могли худко и без паники покинуть будинок. У таких выводках не треба забывать про властную пильность. Инна Кириенкова, Александр Приставка, Новини, Витебск.